Ты что делаешь? Только проснулась. Я говорю, да-да-да, я только проснулась, а сама хотя только с клуба пришла и даже не ложилась. Жить в прошлом это очень плохое. Я бы, наверное, больше времени проводила с человеком, которого сейчас нет. Мне вообще кажется, что у нее просто мозг сорвало после беременности. И я понимаю, еще хоть слово, вот мое, да, в его адрес, как бы, и он мне вдарит, и он будет прав. Дорогие мои, всем огромнейший привет, очень рада видеть вас у себя на канале. И сегодня будет видео вопрос-ответ, и в то же время собиралка. Будем собираться вместе с вами. Я буду делать вот такой вот макияж. Макияж для видео, в принципе, стандартный в последнее время для меня, поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь. Я выкладывала в инстаграме пост с окошком таким, где можно было задать вопрос. И вот те вопросы, которые мне поступили, сегодня я как раз-таки на них отвечу и заодно соберусь. Ну что, вот так вот я сегодня выгляжу. Я вроде бы пока сидела тут еще, устанавливала камеру, пришла бы у меня не в себя. Очень много сплю сегодня именно, я не знаю, то ли это перед днями икс, вообще упадок сил. Я планировала вообще сегодня рано встать, чуть ли не в 6 часов и начать снимать время в 6 часов вечера. Я хотела в 6 часов утра сидеть вообще-то. Надо было, наверное, уточнить. Я уже нанесла вот такое вот средство, это как база под макияж. Это baking oil от Makeup Revolution. Эта штучка меня очень хорошо спасает, когда кожа обезвоженная, сухая. Ее неудобно наносить утром, то есть это надо где-то делать за полчаса, наверное, чтобы она успела впитаться и на нее хорошо ложился тональный крем. Буду наносить сначала тональный крем, это BB крем от Leol. У меня это оттенок 23, он достаточно темный для загорелой кожи, но я его иногда использую. Первый вопрос, хочешь ли отрастить длинные волосы? Так, сейчас сяду и поехали. Я выкладывала в инстаграм, когда пост, да, с тем, чтобы мне задавали вопросы, у меня там как раз был длинный хвост. Наверное, собственно, этот вопрос и последовал. Кстати, выдавала моя хорошая знакомая Ира. Ира, если ты меня смотришь, то привет. А я думаю, что ты меня смотришь, но почему-то не оставляешь мне комментарий, поэтому с тебя комментарий, с меня ответ на вопрос. Ну, шучу, конечно. Я на самом деле думала об этом и реально, ну, задумывалась. Последний месяц, как раз это, кстати, было прям перед тем, как нас закрыли, в общем-то, на карантине. Я решила, что буду отращивать. Я не ходила к парикмахеру где-то 2 месяца, может быть, даже больше. Я вышла с работы, я поняла, что мне еще так 2 месяца ходить, меня уже как бы раздражали, раздражала длина моих волос. Значит, она никак не укладывалась, разные стороны топорщилась. И я звоню просто своей парикмахерше и говорю, Света, мне срочно надо подстричься, потому что если завтра она закроют дома, я не смогу к тебе прийти, я просто, не знаю, сама, наверное, подстригусь. Я пошла подстриглась и поняла, что нет, я не готова к отращиванию. Я понимаю, что длинные волосы это больше уход, это больше, даже не в плане ухода, меня, наверное, это заботит. Меня заботит больше то, что у меня достаточно высокий лоб и у меня поредели волосы вот здесь вот, и, то есть, вот эта часть, она просто никак не укладывается. То есть, если еще когда короткие волосы, это еще ничего так смотрится, но когда это длинные волосы, это, наверное, для моего квадратного лица не очень. Под глаза я сейчас нанесу катрис, камуфляж. Это единственное, что из бюджетного спасает мою зону под глазами от синяков, и сейчас мне это очень заметно, наверное, потому что я лицом в подушку склю. Кстати, про сон вот был вопрос, сколько максимум, я посмотрю здесь телефон, сколько максимум вы не спали и почему? Такой немножечко необычный вопрос, на мой взгляд. Я думаю, что как и все, в принципе, там в, ну не в подростковом возрасте каком, в юношеском, наверное, да, я не люблю так это слово, я не знаю почему. Мы с подругой такие, знаете, две одиночки, и еще при этом очень ленивые. То есть меня мама просто чуть ли не выгоняла из дома, чтобы я куда-то, мы куда-то сходили. А она была вот прям лень. Мы вот иногда садились с ней в машину, ехали к нам на площадь, там лежали, например, в Макдональдсе, покупали себе кофе, какой-нибудь там пирожок, ну чисто такой перекусите, сидели в машине, просто болтали до ночи. И, естественно, мы никуда не шли. Ну вот когда мне задали этот вопрос, я вспомнила сразу ситуацию, как мы, да, мы познакомились с мужем. В этот день мы с ней поехали в клуб, я не помню, что-то там какой-то опен-эйр был, вот. Я никогда не остаюсь на эти опен-эйры. После пяти часов, как бы, утра я уже все, как бы, даже когда я была помоложе, я уже все, умирала, как бы, у меня не было сил. Встретили одних друзей других, как бы, как-то так все весело было, уже светало, прям вообще, прям очень светло было на улице. И мы вышли из этого клуба, клуб опера, кстати, в Раменском, я не знаю, почему он сейчас существует или нет, просто это так давно было для меня. Так, я беру пудру от Essence, она у меня просто разломалась, я мастер по открыванию, это банановая пудра, и буду закреплять под глазами, в общем-то, зону. Мы там танцевали до утра, реально, и я, по-моему, домой пришла в 7 или 8 часов утра, то есть в сутки я точно не спала, получается. И в тот момент я была зарегистрирована на Тиндере, приезжаю я домой, ложусь спать там в 7 часов утра, почти в 8, и у меня начинает пиликать, как бы, не Тиндер, про что я говорю, Баду. Это сейчас уже Тиндер, Баду на тот момент был, и у меня начинают пиликать там какие-то сообщения, ну, о том, что у вас взаимная симпатия, и все в таком духе. Я понимаю, что у нас совпала с ним симпатия, при том, что я реально, ну, он мне понравился. Я понимаю, что вроде бы и не ответить ему нельзя, в то же время мне вроде спать охота, и он такой, я на работе, там, вот, ты что делаешь, только проснулась. Я говорю, да-да-да, я только проснулась, а сама хотя только с клуба пришла, я еще даже не ложилась. Следующий вопрос, хотели бы вы, так, хотели бы вы что-то изменить в своей жизни? Так, давайте прежде мы решим, что мы с вами будем делать, наверное, будем красить глаза. Буду использовать такую палеточку от Тосканской солнцеды Кико Милана, я вам ее показывала в отдельных видео. Вот так она выглядит, чудо, она вроде такая непримечательная, не суперпризентированная, какая-то вообще, в принципе, не супер, но я ей на повседневной основе, она мне идеально подошла, я стала ей пользоваться. Возьму вот такую вот кисточку от Real Techniques и набираю вот этот тауповый цвет, не получается по-нормальному сказать, тауповый. Буду носить складку века и, наверное, все подвижное веко в том числе. Хотела бы я что-то изменить в своей жизни? Наверное, нет. Я вообще такой человек, ну, как-то я давно этому научилась, сама себя, что жить в прошлом это очень плохое. Вообще жить какими-то старыми обидами, старыми не сделанными делами, все это нужно отпускать, все это нужно прощать. С этим нужно работать по возможности, работать самим собой, это вообще, в принципе, тяжело. Я как человек с очень тяжелым, как считаю, характером, я скорпион по знаку зодиака, думаю, скорпионы меня поймут. Я очень склонна к самопожиранию, более-менее смогла в себе это побороть. Единственное, что вот, если, опять же, когда я читала этот вопрос, первое, что у меня возникло в голове, я бы, наверное, больше времени проводила с человеком, которого сейчас нету. К сожалению, он умер, это мой брат родной, он был младше меня. И я просто вспоминаю моменты, когда он лежал в больнице, у него лейкоз, я вам, в принципе, об этом никогда не рассказывала. Да и не знаю, это, в принципе, не формат моего канала. Но он заболел, когда они с мамой лежали в РБКБ. И я периодически приезжала, я как бы это делала, но могла бы намного больше, наверное, времени этому уделить. А на тот момент мне было, наверное, очень тяжело просто вот это все осознавать, все, что тут происходящее. Поэтому я находилась там, и мне иногда хотелось просто убежать от своих чувств, наверное, больше, от своих переживаний, чтобы вот в этом не закопаться. Просто проводите со своими близкими столько времени, сколько вы можете, потому что неизвестно, что случится завтра с вами, что случится с вашими близкими завтра. Неважно, молодой вы, неважно, старый вы, без разницы. Вот, моему брату было 16 лет, в 2011 году его не стало. Дальше вопросы. Я буду чуть-чуть затемнять складку века. Назови пару своих положительных качеств и отрицательных. Ой, ужд. Я такой человек, знаете, который похвалит себя гораздо. И, конечно, о своих отрицательных качествах я знаю больше, чем, наверное, кто-либо. Наверное, первое, что приходит из положительных и отрицательных, я жесткий человек. Иногда даже хладнокровно. Возможно. Просто иногда выключаю чувства, как бы, и больше, наверное, умом, да, действую. Я могу потом это все переживать в себе, мне может быть плохо. Иногда мне это помогает по жизни, то есть моя жесткая, да, иногда она, как бы, не облегчает жизнь моих близких. Но я, мне нравится это качество во мне. Из положительных еще я, наверное, ну, я себя бы отнесла к тому, что я хороший друг. Человек преданный, вообще я человек преданный. Не важно, дружба это, не важно, это семейная жизнь, да, отношения. То, что бы я отнесла к отрицательным, наверное, это то, что я очень требовательный человек. То есть если я это делаю для своих близких, то того же самого, той же самой преданности я требую и от них. На мой взгляд, это немножко неправильно, потому что мы все люди разные и не все могут, не все такие, как ты, да, по характеру. Но, к сожалению, ничего не могу с собой поделать. Так, вот этот оттеночек арт я прям пальчиком чуть-чуть нанесу на, не на все подвижное веко, а вот веко, приближенное именно к глазику. Что-то сегодня, по-моему, не мой день, я накрасила стрелочки, как оказалось, что моя подводка от L'Oreal Perfect Slim, она засохла. Мне пришлось воспользовать вот это от Essence, и, по-моему, она просрочилась, мне кажется. Припудрю лицо свое, потому что смотрю, что оно блестит у меня, и нанесу пока контуринг и все остальное, а потом уже буду докрашивать глаза. Так, следующий вопрос был о том, что как ты остаешься жизнерадостной и в хорошем настроении в нынешнее время? Ну, к вопросу о жизнерадостности, мне кажется, это вообще не про меня. Мои эмоции всегда под контролем, наверное, так. Я радуюсь, наверное, больше за дочь, каким-то успехом в семье. Я как-то очень спокойно ко всему отношусь, спокойно воспринимаю любую информацию, я приспособленец. И так как у меня математическое образование, у меня больше включается сразу вопрос, то есть если это проблема, да, если говорить про нынешнюю ситуацию, коронавирус, например, да, то у меня сразу вопрос в голове, не причины там и еще что-то, а что делать дальше, то есть какие пути решения есть. По депрессии это вообще не мой вариант, от NYX буду использовать, в общем, это все как всегда, потому что именно эти оттенки, этот оттенок очень хорошо смотрится на камере и для моего холодного цвета типа, поэтому использую его очень часто. И я себя всегда успокаиваю, что вся ситуация это не вечно. После черной полосы всегда есть белая полоса. Ну, такие как бы моменты, если это какая-то ситуация, которая меня загоняет в пропасть. И, в принципе, у меня такой подход всегда ко всем вещам, что если ты не можешь изменить ситуацию, изменить отношение к ней, если там с человеком у тебя какие-то, да, проблемы, то, значит, заменить человека. В общем-то, все просто, опять же, к вопросу о моем характере. Мыслить и позитивно нужно просто думать о том, что вы можете сделать за это время. Блин, да столько всего возможностей открывается, там, посмотреть кино, наконец-то, с мужем, когда на это просто не было времени. Что ты думаешь насчет ситуации с Региной Тодорен? Румяна у меня от Макс Фактор, они такие нежненькие. И на камере как раз самое оно. Я их набираю той же кисточкой и наношу на щечки, в принципе. Насчет Регины. Слушайте, такая ситуация, конечно, очень глупенькая девочка сама по себе. Все ее изречения, все, что как бы она несет, то, как она себя ведет. Я смотрела несколько передач, которые у меня были на Ютубе. Потому что мне были интересные звезды, которые к ней приходили. И вся ее вот эта наигранность, ванильность, вот эта притерность, она, ну, мне это не близко. Очень многие звезды выдумывают себе образы, даже блогеры. Завоевывают тем самым популярность, какие-то контракты, еще что-то, еще что-то. То же самое касаемо Регины. Мне вообще кажется, что у нее просто мозг сорвало после беременности. Потому что еще когда была Орел и Решка, она была как-то поспокойнее. Ну, касаемо ее прямого эфира, ну, первое, мне вообще стало странно от того, что ты публичный человек и обсуждаешь с психологами, ну, или с кем там они обсуждали, я не знаю, что это за женщина, чужую публичную семью и то, что произошло в их семье. И при том, что, как я поняла, они там не прям там уж подруги, ты вообще что была в их ситуации, ты даже не знаешь, что там произошло, вы не общаетесь там, ну, и ты сидишь ее парафинишь. Для меня это уже странно. Но ее слова, изряд вон выходящие, конечно, про насилие это, как бы я поняла, что она пыталась нанести. Давайте я буду ресницы красить, значит, я долго сначала подкручу их. Она имела в виду, точнее, она хотела сказать о том, что есть ситуации, да, когда реально женщина доводит мужчин. Я даже могу сама признаться вам, собственно, что у меня с мужем была такая ситуация, когда я говорю, говорю, говорю без остановки, я такой человек спыльчивый, да, как бы, ну, когда меня несет, я, ну, сейчас, как бы, я стараюсь себя контролировать, конечно. Раньше, особенно, когда вот это время притирки было, было немножко тяжело, конечно. А мужчина мой, он как настоящий мужчина, он это все, знаете, молчит, молчит, терпит, терпит, но у него тоже крышечка там закипает уже. И вот я на него смотрю, и я понимаю, еще хоть слово, вот, мое, да, в его адрес, как бы, и он мне вдарит, и он будет прав. Хотя, слава богу, такого не было, и дай бог, чтобы никого это не коснулось, и меня в том числе, потому что насилие вообще ни в каком роде ни в рукоприкладстве от мужчины я не принимаю. И в тот момент, просто, слава богу, мне хватило мозга просто заткнуться, иди в другую комнату, закрой двери, выйди из квартиры, все что угодно, просто не будьте сейчас в одном помещении, вам надо остыть, иначе твой мужчина может сорваться. Вот, об этом хотела сказать Регина, но из-за ее просто граничности, глупости и тупости, она просто неправильно, блин, это сказала. И за что очень сильно огребла от всех, и она извинилась, она поняла, что она что-то не то смородила, вот. Но то, что на нее бедную посыпалось потом, для меня это, конечно, страшняк. Для меня это тоже неприемлемо, это еще одна такая, знаете, проблема у нас, мне кажется, в России, это вот этот бесконечный буглинг, ты считаешь, что ты всея Руси, ты имеешь право оскорблять, неважно, публичный этот человек, не публичный блогер, не блогер, красивая картинка рухнула, да вот, честно, вот такие люди меня тоже пугают. Конечно, они будут вам транслировать красивую картинку, потому что это то, на что откликается ваше собственное подсознание. Вы почему-то считаете, что у других людей лучше, чем у вас, у них куча денег, они постоянно отдыхают, у них такого не бывает, во всех семьях есть разные разногласия, притирки, ссоры, обиды, у многих там измена на измене, они живут вместе. Если я у кого-то что-то вижу, то, что мне откликается и нравится, я скорее буду к этому стремниться, нежели сидеть и думать, ага, у нее вот это есть, у меня вот этого нет. Пользовались ли вы корейской косметикой, нравится ли? Как вы знаете, вообще я фанат корейской косметики, очень много чего пробовала, много чего нравилось и много чего не нравилось, и много чем пользуюсь сейчас. Вот из последнего, то, что я вам показывала, About Me, по-моему, марка называется, мне очень зашла эта серия с молочной кислотой, также серия зашла с витамином С, очень хорошие косметики для лица, это Пурита, вот ее советую от всей души. Брови я буду оформлять вот такой вот помадочкой от L'Oreal, кисточка у меня, кстати, от помадки от Maybelline, забыла, как она правильно называется, которая тоже для бровей покупала, но я ее выкинула, потому что она мне очень-очень не понравилась. Так, вопрос, содитесь ли вы с мужем, находясь вместе на карантине? Слышите, мы содимся с мужем, но мы не содимся, так выясняем иногда отношения, и находясь не на карантине, как бы никак особо ситуация не изменилась, помимо того, что мы, наоборот, стали больше времени проводить вместе, но у меня муж продолжает работать, к сожалению. Я еще, кстати, забыла подвести линию роста вот таким вот карандашом от Art Deco, очень мне понравился, именно для слизистой. Вот, ну, что касаемо конкретно мужа, я выбирала мужа, с которым мне будет комфортно жить, а не порознь, но и в то же время, наконец-то, появилась возможность что-то поделать вместе, потому что он был занят помимо работы, другими делами, я была занята бытом. Сейчас больше времени есть, например, просто покайфовать, поваляться в кровати, посмотреть телек, никуда не спешить, ни о чем особо не задумываться. Я буду наносить сейчас две помады от Colourpop, про которые вы меня спрашиваете, что у меня на губах, к сожалению, их нет на сайте, это салитиновая серия, я их наношу именно две, потому что одна из них достаточно темная, вторая посветлее, и получается у меня тот оттенок, который мне нужен. Сейчас договорю и буду наносить, потому что невозможно разговаривать, наносить эту помаду, наносим помаду безмолвно. Видите, какой оттенок она имеет, такой трупный достаточно. А теперь сверху буду наносить вот этот маффин, по-моему, называется оттенок, он очень такой розовый, он некрасиво ложится на губы, пляшит сам по себе. Видите, какой он? Вот такие вот губы у меня получились. Вот это тот цвет, который очень круто смотрится на камере. Если у кого-то вдруг есть, например, такая помада, такой оттенок помады, который именно не трупный матовый, а именно сатиновый, ну такой, вы знаете, полуматовый, напишите, пожалуйста. Ну что, я надела хвост, не стала прятать вот эту тесьму. Вот такой вот образ у меня сегодня получился. Вся вот такой вот макияж, с которым вы достаточно часто мне в последнее время видите на видео. Оставляйте свои комментарии, как вам такого рода видео, стоит ли снова делать какие-то такие, иногда, вопрос-ответ видео, собираться вместе с вами и болтать на какие-то темы. Если у вас какие-то есть определенные темы, которые бы вы хотели обсудить, в принципе, можете мне писать куда угодно в директ, то здесь. Мы увидимся с вами в новых видео. Очень люблю вас, целую, отличного вам настроения, крепкого здоровья и пока-пока.